друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua меня зовут александр я очень рад вам представить новинку от компании meizu один из самых бюджетных вариантов на сегодняшний день на рынке это meizu m2 mini эта модель очень долгожданная она покоряет клиентов своей ценой компактным дизайном и поддержкой 3g 4g сетей с двумя сим-картой выпустила компания meizu линейку новых смартфонов это meizu m2 mini m2 note и meizu mx5 все они плюс-минус выполнены в одном дизайне здесь появилась вот такая вот сенсорная кнопочка она в одно то же время она сенсорная и она механическая так в принципе плюс-минус в одном стиле они выполнены все эти модели в данном случае meizu m2 mini поставляется у нас вот в такой вот коробке у нас версия китаец сразу же для тех кто спрашивает какие частоты поддерживает смартфон вот такие вот частоты вы их можете видеть на своем экране это означает что смартфон работает с 3g и 4g lte сетями именно эта модель китайская комплект стандартный минимальный ничего здесь особо в комплекте нет это зарядка быть обязательно будет переходничок это юсб кабель и скрепка для того чтобы открывать наш смартфон больше в комплекте ничего нет модель имеет размер 5 дюймов здесь hd разрешение экрана здесь стекло dragon trail олеофобное покрытие есть но она очень слабенькая отпечатки пальцев остаются на экране впереди у нас фронтальная камера на 5 мегапикселей разговорный динамик датчик приближения освещения снизу у нас расположилась только одна кнопочка она является у нас одновременно и кнопкой так зайдем в настройки и зайдем еще в какие-то настройки дальше вот мы можем прикоснуться это будет режим назад и если нажатию это будет кнопочка home выполняться сверху у нас только разъем под наушники с этой грани у нас разъем для sim-карт с этой грани кнопка включения выключения качелька громкость снизу у нас динамик разъем под микро юсб и микрофон сзади модель имеет такую монолитную крышечку крышка из пластика выпускается эта модель в самых различных цветах это будет great цвет это будет белый и розовый и скорее всего синий как всегда самыми популярными цветами будет белый и черные цвета то есть цвет грей уже заказаны они кстати в этом цвете и скоро будут основная камера у нас на 13 мегапикселей и есть вспышка если говорить о сборке то здесь монолитный корпус аккумулятор не съемный то есть достать его можно только если разобрать смартфон сборка мне понравилось ничего нигде не трещит углы смартфона нормально себя ведут если это так можно сказать потому что очень многие люди придирались к сборке мэйзу м1 мини м1 нот прошу прощения но это общеизвестный факт что там такая сборка и это не заводской брак как вы видите отпечатки пальцев очень сильно остаются здесь у нас лоток для sim карт он выполнен таким же образом как это было реализовано на мэйзу м2 мини на мэйзу м2 нот то есть мы можем пользоваться либо двумя сим картами формата на на либо одной симкой на на и в рядышком вместе с ней мы можем пользоваться картой памяти вот такого вот таким вот образом это все происходит перейдем непосредственно к нашему смартфону к его техническим характеристикам посмотрим мы это все через программку антуту которую я уже установил набирает эта модель двадцать шесть тысяч пятьсот баллов построена она на базе четырех ядерного процессора mtk6735 здесь 5.1 android hd разрешение мали t720 12 мегапиксельная камера 2 гига оперативки 16 встроенных это очень важно так как в первой модели мэйзу м1 мини он был с одной сим-карты у него не было поддержки 3g был один гигабайт оперативной памяти эту модель значительно улучшили сделали ей отличную цену mtk6735 это 64-битный процессор с частотой 1.3 гигагерца если сравнивать эту модель с мэйзу м2 нот то в принципе про по производительности мы получаем плюс-минус то же самое плюс-минус то же самое за то что здесь более мелкое разрешение дисплея поэтому графику воспроизводить лучше прошивка здесь 5.1 android fly давайте расскажу вам ситуацию на рынке которая сложилась сейчас вот на момент съемки обзора обзор я снимаю 3 сентября 2015 года на данный момент выпускается вот такая вот китайская версия интернациональной версии у нас пока что нет ни в нашем магазине нигде в украине на данный момент этой версии нет прошивки с завода приходят двух типов есть прошивка которая просто полностью на английском языке есть прошивки которые с русским языком есть выбор русского языка но но пользоваться этой прошивкой у вас не получится потому что play market в этой прошивке не работает его нажимаете и он просто вылетает на рабочий стол заново значит что делаем мы с этими смартфонами есть инструкции есть особые варианты перевода этого смартфона и вот я готов вам сейчас продемонстрировать язык все здесь на русском все менюшки все настройки все на русском все 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 везде прошивка у нас вот такая везде в смсках в ммсках вот здесь еще тоже английское слово есть во всех остальных местах все полностью переведено в номеронабирателе у нас все контакты мы все настройки все тоже переведено настройки камеры все точно так же везде все на русском языке что влечет за собой эта прошивка во-первых нельзя обновляться потому что любое обновление на мейзу м2 мини которая придет по вайфаю он сразу же вам сделает английский язык ну и также сброс на заводские настройки тоже повлечет за собой что вы потеряете этот русский язык в принципе для тех кто захочет действительно эту модель я думаю придет время через несколько недель может быть месяцев появятся хорошие прошивки которые будут полностью переведены и с которыми можно будет делать сброс на заводские настройки и не бояться потери русского языка на данный же момент это один единственный вариант получения нормального полноценного русского языка практически во всех местах где вы только это можете найти в этом смартфоне поэтому я протестировал полностью работу этой прошивки никаких проблем нет проблем с вайфаем нет связь отличное звучание хорошее то есть ну я одобряю эту прошивку я бы с удовольствием бы ходил и пользовался тут есть полноценный русский язык при необходимости можно и украинский язык тоже поставить экран в этом смартфоне пятидюймовый он выполнен со стеклом dragon trail здесь hd разрешение дисплея что могу сказать об этом экране на экран смотреть очень приятно очень он такой контрастный выразительный углы обзоров в принципе нормальные по диагонали картинка немножко уходит в негатив до это бюджетная матрица это бюджетный айпиес ник но это самый доступный смартфон от компании мэйзу которые они выпустили поэтому я считаю что экран вполне хорошей за свою стоимость для такого смартфона вполне достойно все звучание звучание у мэйзу всегда отличалась хорошим качеством внешний звук очень громкий динамик классно играет чистый громкий хороший звук звук во время разговора по телефону разговорный микро динамики микрофон снизу тоже отрабатывают хорошо звучание тоже хорошее в наушниках мне в принципе понравилось как звучит это сам этот смартфон но единственное что могу сказать вот когда я добавляю на максимальную громкость вот вот так вот то звучание немножко ухудшается буквально я делаю два раза клик вниз и звучание становится четким мощным громким с басами вот советую слушать музыку вот так мне так больше понравилось в принципе немножко там она тише но эффект хороший производительность здесь и очень интересный вопрос стоит все-таки четырех ядерный 64-битный процессор с двумя гигами оперативки с более слабеньким графическим ускорителем чем в том же meizu m2 note но я в конце обзора подведу вам итоги чем отличается данная модель и от m2 note и от m1 mini и почему ее стоит покупать с производительностью в принципе проблем нет я удивился но действительно все современные игрушки запускаются отлично ну что я готов вам продемонстрировать давайте будем смотреть моему удивлению игрушки на максимальных настройках графики ведут себя отлично и ничего не тупит не лагает в том же meizu m2 note с более мощным железом но с более навороченным экраном некоторые современные игрушки подтупливали подлагивали вот в мазу m2 mini это все интереснее по моему мнению далее перейдем к тестам gps как всегда я тестирую с gps нареканий нет поддерживает эта модель клона спутники есть кстати на передней панели у этого смартфона индикатор пропущенных звонков действий не помню располагается он здесь или здесь но он есть подсвечивает с таким легеньким синим оттенком ну и плюс ко всему данная модель поддерживает от г разъем то есть можно подключить флешку мышку клавиатуру к телефону и пользоваться ним в таком режиме также я тестировал аккумулятор аккумулятор здесь на две с половиной тысячи миллиампер для 5-дюймового смартфона в принципе это довольно таки средненький показатель то же самое я могу сказать и про результаты которые показал этот аккумулятор в antutu тестере показал он 5027 meizu m2 нот показал несколько больший результат сейчас я этот результат найду один момент 5863 показал meizu m2 нот ну и в режиме воспроизведения игрушки это было у меня со 100 процентов до 9 2 часа 43 минуты то есть ну это довольно таки такой средний нормальный результат сказать что это хороший результат нельзя но и сказать что это плохой результат тоже нельзя здесь эта модель показала себя средненько в режиме умеренном пользовании то есть пользоваться как смартфоном ну вы сможете дня два пользоваться возможно полтора дня вот примерно так плюс-минус камера я думал что будет примерно то же самое как у meizu m2 нот как у meizu m1 нот но камера здесь откровенно слабее матрица оптика заявлена та же 13 мегапикселей 5 фронталка есть различные настройки запись идет формате full hd есть различные настройки замедленной съемки сканера смена фокуса панорамы портрет ручной режим с макросъемкой но в целом фотографии получаются довольно средненькие я еще сделаю фотки при хорошем дневном освещении а вот эта макро фотография еще понравилась мне вот такая вот фишечка можно вот так вот переворачивать фотки вроде бы в предыдущих версиях meizu такого не было ну это прикольно в целом залью вам фотографии вы сможете оценить самостоятельно качество изображения в принципе хотелось бы наверное немножко лучшего немножко большего поэтому камера в meizu m2 нот значительно лучше в м2 чем в м2 мини фронталка нормально снимает 5 мегапиксельная фронталка довольно таки классно снимают для селфи для подобных задач смартфона будет с головой хватать в принципе все рассказал я все основные вам моменты про этом про эту модель теперь давайте подводить итоги что мы имеем на данный момент данная модель это один из самых дешевых смартфонов от компании meizu смартфон выпустили хорошим интересным компактным удобным два гига оперативки две сим карты можно поставить при необходимости карту памяти работает смартфон в сетях 3g 4g эта модель значительно лучше удачнее чем meizu m1 мини потому что там была всего лишь одна симка и 3g как таковой в украине он вообще не поддерживал в украине в россии и там вообще это было просто-напросто не предусмотрено сейчас когда у нас во всех городах по всей украине масштабно проводят этот 3g интернет от киевстара от лайфа от мтс это просто реально очень важно 3g интернет чтобы он поддерживался чтобы он работал чем эта модель отличается от meizu м2 нот в первую очередь размером ценой разрешение экрана процессор всем отличается эта модель более бюджетная и более простая по оптимизации железа в плане с играми мне эта модель понравилась больше на ней на ней можно будет поиграться в современные игрушки особо не теряя при этом в количествах кадров в секунду то есть игра будет идти плавно и достойно на meizu m2 нот некоторые моменты огорчали так как там высокое разрешение и скорее всего графический ускоритель и частота его и процессора немножко не справлялись с этим и поэтому игрушки подлагивали здесь довольно таки средний аккумулятор в meizu m2 нот это реализовано значительно лучше довольно таки средненькая камера но здесь 2 гига оперативки здесь хорошая цена пока ажиотаж с этой моделью скорее всего да будет выходить на массово на рынок ну и дешеветься естественно ну и конечно же прошивка на данный момент есть нюанс прошивкой мы всеми возможными силами своими устраняем эти все проблемы ставим полноценный русский язык готовы подсказывать если вдруг что-то пойдет не так всем нашим клиентам которые покупают именно у нас эту модель что вдруг если вы примете какое-то воздушное обновление либо сделаете сброс мы поможем вам вернуть этот полноценный русский язык который есть сейчас вот в данным в данной модели у меня поэтому с этим как бы особо тоже проблем нет ну и в принципе все вот такой вот получился meizu m2 mini однозначно эту модель советую разрывает сейчас у нас это модель по продажам очень много людей хочет этот смартфон конечно же от аж вокруг great цвета но первые поставки были именно вот в белом цвете но он и в белом цвете очень даже хорош и доступен по своей цене на этом все спасибо за внимание всем кому понравилось подписываемся на канал делаем лайки делаем дизлайки пишем в комментариях что я говорил не так поправляйте будем работать подписывайтесь в группу заходите к нам в интернет-магазин и meizu m2 mini можно купить в интернет-магазине antelife.com.ua с доставкой по украине без кидоплат спасибо всего доброго видео и в в